Глава четырнадцатая Мы с Веслоухим вернулись из нашего длинного путешествия, обильного приключениями, приблизительно к концу года. Следующая зима была очень мягкой. Я часто отправлялся к моему дереву, на котором я раньше жил. Там я обыскивал всю местность, находившуюся между черничными зарослями и болотом, где мы с Веслоухим впервые научились мореходству, но не находил и следа быстроногой. Она исчезла, а я скучал по ней. Я испытал нечто похожее на голод, о котором уже упоминал. Этот голод походил на физический, хотя он часто появлялся, когда я был сыт. Но все мои поиски были напрасны. Жизнь в пещерах вовсе не однообразна. Например, если принять во внимание Красноглазого. Мы с Веслоухим ни минуты не были спокойны, когда бывали вне нашей собственной маленькой пещеры. Несмотря на сделанное нами расширение прохода, нам было еще очень тесно проходить. И хотя время от времени мы продолжали его увеличивать, он был слишком узок для колоссального туловища Красноглазого. Тот больше ни разу не наступал на нашу пещеру. Он был хорошо проучен. И на его шее красовалась огромная шишка в том месте, куда я попал камнем. Эта опухоль не проходила и была так велика, что и на далеком расстоянии ее можно было рассмотреть. Я всегда с большим удовольствием смотрел на это дело своих рук. И иногда, когда я находился вне всякой опасности, увидев Красноглазого, я начинал хохотать. Конечно, племя не пришло бы нам на помощь, растерзая даже на их глазах Красноглазый меня и Веслоухого на куски. Они не заступились бы за нас, несмотря на всю к нам симпатию. Возможно, что это была не симпатия, а выражение ненависти к Красноглазому. Так или иначе, они всегда предупреждали нас при его появлении. Было ли это в лесу у водопоя или на поляне перед пещерами, они всегда быстро нас предостерегали. Таким образом, в нашей вражде с Красноглазым преимущество в этом отношении было на нашей стороне. Однажды он едва не поймал меня. Это было рано утром, и племя еще продолжало спать. Неожиданность была полная. Я был отрезан от тропинки к моей пещере, наверху холма. Не успел я оглянуться, как был брошен в двойную пещеру. Пещеру, где много лет назад Веслоухий увертывался от меня и старый острозубый потерпел поражение, преследуя двух моих соплеменников. В тот момент, когда я проскользнул в соединяющий пещеры проход, я заметил, что Красноглазого нет со мной. В следующий момент он ворвался в пещеру снаружи. Я скользнул обратно через проход, но он выскочил и ворвался снова в другую пещеру. А я опять скользнул назад и ускользнул от него, перебегая из одной пещеры в другую. Он продержал меня так полдня, пока сам не сдался. После этого мы с Веслоухим решили завладеть двойной пещерой. И не поднялись на утес в свою собственную, когда Красноглазый снова появился на сцене. Единственное, что мы делали, не спускали с него глаз, чтобы он не отрезал нам пути к отступлению. В течение этой зимы Красноглазый бесконечными побоями загнал в гроб свою последнюю жену. Я говорил, что в нем сказывался атовизм. Но это было хуже атовизма, ибо ни один самец самой низшей породы не преследует и не убивает свою самку. С этой стороны Красноглазый, несмотря на свои невероятные атовистические наклонности, предзнаменовал появление человека, ибо только самцы человеческой породы способны убивать своих жен. Как и следовало ожидать, отделавшись от одной жены, Красноглазый стал искать себе другую. Он остановился на пивунье. Она была внучкой старого Мозговитого и дочерью Безволосого. Это было юное существо. Она очень любила петь, сидя в сумерке у входа в свою пещеру, и недавно сочеталась с кривоногим. Это был спокойный самец, никого не обижавший и никогда не ссорящийся со своими товарищами. Он не был дрочуном. Он был маленький и худой, и не так проволен, как остальные. Красноглазый никогда не совершал более гнусного деяния. Это произошло в тишине уходящего дня, когда мы собрались на поляне перед тем, как залезть в свои пещеры. Вдруг пивунья бросилась вверх по тропинке от водопоя, преследуемая Красноглазым. Она побежала к своему мужу. Бедный маленький кривоногий был ужасно испуган. Но он был героем. Он знал, что смерть настигнет его, но не бежал. Он встал в угрожающей позе, тараторе, ощетинившись и скаля зубы. Красноглазый гневно зарычал. Для него это являлось оскорблением. Как какой-то смельчак восставал против него. Он поднял руку и сжал шею кривоногого. Последний впился зубами в руку Красноглазого, но в следующий момент со свернутой шеей кричал и барахтался на земле. Пивунья визжала и тараторила. Красноглазый схватил ее за волосы и потащил к своей пещере. Он крепко держал ее, когда стал подниматься наверх, волочая ее за собой. Мы были очень злы, невероятно страшно злы. Колотя себя в грудь, ощетинившись и скрижища зубами, мы в гневе собрались вместе. В нас был стадный инстинкт животных, соединявшихся для общих деяний. Мы знали эту потребность объединяться, но чувствовали ее неясно. Но достичь этого было нельзя, ибо не было способа выразить эту потребность. Мы не объединились вместе против Красноглазого и не убили его, ибо наш словарь был слишком мал. У нас были неясные мысли, которым не было выражения. Эти выражения изобретались еще медленно, очень медленно. Мы старались выразить в звуках те мысли, какие скользили словно тени в нашем сознании. Безволосый стал громко тараторить. Своими звуками он выражал негодование против Красноглазого и желание уничтожить его. Пока он выражал только это, мы его понимали. Но когда он пытался выразить свою потребность к объединению, которую он ощущал, его звуки становились непонятными. Тогда, хмуря брови и, колотя себя в грудь, стал говорить кругломордой. Один за другим мы присоединились к их неистовству, и даже старый мозговитый, брызгая слюной, принялся бормотать своим надтреснутым голосом. Кто-то схватил палку и начал ритмично колотить ею по бревну. Бессознательно наши вопли и крики подчинились этому ритму. Он действовал на нас успокаивающе. И не успели мы оглянуться, как, забыв свой гнев, мы стали болтать и хохотать под этот ритм. Это бестолковое собрание великолепно выявляет всю непоследовательность и нелогичность племени. В этом были мы, мы целиком, объединенные общим гневом и побуждаемые общим инстинктом, забывшие все ради начального грубого ритма. Мы были общительные стадные животные. И это общее пение и смех удовлетворяли нас. Это бестолковое собрание напоминало советы первобытных людей и большие национальные и интернациональные съезды современного человека. Но мы, племя, на заре нарождающегося мира, нуждались в языке, и всякий раз, когда мы собирались вместе, среди нас начиналось столпотворение, в котором чувствовался ритм. А ведь именно в ритме и заключалась сущность неведомого еще тогда искусства. Искусство в этом зарождалось. Но мы недолго выбивали ритм. Вскоре ритм терялся, и начиналось неистовство, пока мы снова его не находили или находили новый. Иногда, одновременно, мы находили полудюжины ритмов. И каждый ритм поддерживался какой-нибудь группой, пытавшейся заглушить остальные ритмы. В этом гамме каждый из нас болтал, кричал, визжал, танцевал сам по себе, поглощенный своими собственными мыслями и желаниями, чувствуя себя подлинным центром Вселенной. Он был отделен в данное время от других центров Вселенной, вопящих и скачущих вокруг него. Потом выявлялся ритм. Хлопанье в ладоши, постукивание по бревну палкой. Один то скакал, то останавливался, другой пел, повторяя одни и те же слова. А-банк, а-банк, а-банк. Эти звуки то усиливались, то затихали. Один за другим мы присоединялись к этому, и вскоре все танцевали или пели хором. Ха-ха-ха-ха. Одну из наших любимых хоровых песен. Другой песней было. Э-уа, э-уа, э-уа-ха. И так, невероятно гримасничая, прыгая и вертясь, мы танцевали и пели в мрачных сумерках первобытного мира, доводя себя до безумия. Наш гнев против красноглазого смягчался искусством, и мы вопили диким хором, пока ночь не напомнила нам о всех своих ужасах. Тогда мы уползли в свои пещеры в утесах, тихо перекликаясь, а в это время зажигались звезды и спускалась тьма. Мы боялись только темноты. Мы не имели понятия о религии и незримом мире. Мы знали лишь мир реальный. Боялись только реальных существ, реальных опасностей, хищников из плоти и крови. Поэтому-то мы и боялись мрака, ибо мрак был порою хищников. Они выходили из своих логовищ и настигали нас во тьме, тогда как сами оставались невидимы. Быть может, из этого страха перед хищниками, снующими во мраке, и развилась впоследствии боязнь незримого могущественного мира. При развитом воображении весьма вероятно, что ужас перед смертью усилился и выразился у людей в боязни темноты, насыщая ее таинственностью. Я думаю, люди огня стали бояться мрака уже именно поэтому. Но причина, побудившая нас, племя, прервать наш концерт и разбежаться по своим пещерам, были львы, шакалы, старый острозубый, дикие собаки, волки и вообще все голодные хищники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!